приветствую вас дорогие зрители и подписчики моего канала с вами лур и вы смотрите понятный кайды летсплей по игре терра течь сегодня я расскажу вам об основах этой игры но прежде я скажу пару слов о том что я думаю по поводу этой игры если честно эта игра настоящий бальзам на душу после того что я нашел в стиме ну скажем так за последнее время не так много хороших песочниц в игре точнее в стиме конечно есть space engineers и другие игры но чтобы что-нибудь такое универсальное интересненькое и милое этого не было давно и вот эта игра точнее эта игра как раз таки то что нужно было я в эту игру играл всего три сутки но за эти три сутки я успел во всем разобраться по большей части и к сожалению я не нашел скажем так именно того гайда в сети который я хотел бы того качества где объяснялось все вот но придется как бы это делать все самому но ничего я надеюсь что вам понравится то что вы будете смотреть итак перейдем сразу к делу данные данная серия гайдов обзоров точнее гайдов летсплеев будет как раз таки не в том жанре примут взяла начал все 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 выложил она будет в жанре продала прохождение потому что если я возьму и расскажу вам все это уже будет как бы спойлер а спойлерить я не люблю так как в этой игре все-таки основной смысл имеет по ним понятие исследовать но есть некоторые нюансы все-таки которые хорошо бы знать итак давайте приступим значит вы скачали установили игру неважно пиратку или купили в стиме я лично в стиме у вас такой вот интерфейс вроде бы все просто вот здесь вот можно выбрать нового пользователя я вот уже сделал все значит есть кнопочка продолжить новая игра загрузить и также есть выход и опции зайдем к в опции тут сразу можно выбрать язык вот здесь есть много языков к счастью русский поддерживаются но не полностью как мы видим меню вот например не полностью переведено поэтому думаю что много тут объяснять не надо и к сожалению не все блоки и миссии допустим в игре не переведены на русский язык я очень надеюсь что общество этим займется и так давайте создадим новую игру тут есть три режима игры соответственно компания для того ездить выполнять задания развиваться режим сумма где вы можете проверить в бою то что вы построите скажем ну большая допустим машина с огромным количеством пушек сражается с другой большой машины с огромным количеством пушек смысл этого в этом а также гаунт лет гаунт лет это боевая гонка скажем так то есть там задание на скорость на маневренности и прочее ну что ж давайте начнем с кампании остальные режимы мы думаю что скажем увидим просветим так нет не надо в twitter публиковать значит все свои достижения тут у нас настроек не так много то есть просто зерно выбираем генерации мира и все то есть ну а нам по умолчанию бывает раз и так приступим новой игре пажу вот что эта игра в стиле песочницы но об этом я позже давайте считаем что такое происходит вот такое вот вступление довольно неплохое и вот появляемся мы в мире как скажем в качестве такой маленькой кабинки некое устройство так и сейчас надо будет сделать основные элементы которые требуют сделать в этой игре чтобы научиться играть игра многоблочная да то есть игра в игре присутствует элементы блочности что несомненно делает эту игру интересной вот например как вы видите я уже начинаю из различных модулей и блоков составлять нечто похожее на транспорт с колесами вот так же ставлю сюда оружие вот и так же получаем мини бур и все вы построили свою первую машинку теперь нажмите клавишу п пуская м чтобы выйти из режима постройки нажал и она упал чину приземлилась и значит ваш транспорт управляется клавишами w a sd мы можем ездить в этом веселеньком мире и также нажимать пробел чтобы стрелять стрелять и сверлить так когда мы видим вот такой вот значок на карте это значит что появится враг сейчас которого надо победить потом победить как можно лучше быстрее все мы его победили отлично похоже что то не оставил пару запчастей после себя да весело благодаря этим запчастям мы внимание можем усовершенствовать свое устройство да 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 это довольно хорошо и кстати тут все крафтится очень удобно сейчас лучше сделаю вот так вот значит еще один блок сюда и рулевое колесо сзади вот так вот прям таки неплохо маневренно и классно и так я продолжу значит повествование про эту игру эта игра открытый мир песочница также бои небольшие и в принципе крафт 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 еще раз крафт а также добавлю еще очень маленькую справочку что в этой игре есть три основные фракции дорогие ребята три основные фракции и технологии у трех основных фракции различаются соответственно по назначению ну чем дальше мы будем играть с тем будет дальше ясно для чего каждая фракция нужна видите начинается битва вот мы должны победить данного маленького мерзавца которого отвалилась пушка вот так вот мы победили и когда мы побеждаем значит начинается мигание скажем кабины это значит что вообще мигание любое скажем любого блока любого модуля это означает что он сильно поврежден вот например здесь мигает колесико это означает что он она повреждена и скоро она тютю то есть скоро взорвется и так как и было в самом начале в игре нажимаем клавишу b вот переходим в режим строительства в котором мы зависаем очень удобно и можем вот так вот соединять или присоединять какие-либо модули что естественно удобно это намного удобнее чем например если бы этой функции не было бы допустим так чтобы все это было довольно симметрично сделаем-ка мы таким образом все так сюда 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 прошу прощения так у нас получается вот такое вот устройство может быть она пока некрасивая но но нам все эти модули понадобятся на первый период я даже сделаю вот так вот вы поймете почему это все делаю почему я забираю все крохи а потому что они действительно нам понадобятся так где лампочка вторая эта лампочка и так едем что у нас значит на по поводу дисплей интерфейса сверху слева у нас вот это вот окошечко есть где указано биби биби это валюта внутри игровая которые есть здесь пока она равняется нулю а также есть панелька первой нашей фракции которые мы состоим это к с а и пока что у нас первый уровень даже он то есть не насколько не опнулся нажимая на этом можем видеть процесс достижения уровня до второго то есть естественно чем больше уровень нас поднимается тем больше технолог чем больше доступ к технологиям различного рода мы получаем потом дальше идет mission log как видите он не переведен к сожалению find solar generator то есть найдите первая миссия это найдите солнечный генератор ну что же давайте найдем буквально тут на карте отмечается такие вот скажем поинты вопросиками это миссии которым надо ездить это ваш солнечный генератором вырабатывает бесплатные электричество перетащите его зажав левую кнопку мыши ну или правую можно травы не для вот кстати если мы поднимаем блок наверх как мы видим у него нету ножки если мы его просим он пойдет как вот так вот как груша или как просто предмет вот видите он падает а если мы его возьмем будем вести над землей в определенном радиусе от своего корабля мы получаем некую ножку если мы отпустим левую клавишу мыши то данный блок он сразу скажем примет свое место и начнет функционировать то есть прикрепиться к земле грубо говоря вот генератор ремонтного поля допустим он упал сверху тоже как игрушка и мы его присоединим к солнечной панели и он сразу начинает работать запустилась и благодаря этому генератору ремонтного поля мы можем чинить свою технику отлично вот и теперь как нас начало требовать миссию она уже наполовину на английском языке наполовину на русском то есть ну что ж это не страшно так как мы знаем на английский язык мы можем продолжить свой путь как мы видим интерфейс и и графика кстати стиль графики выполнен в стиле игры спор думаю узнаете была такая игра спор там планета тоже была в таком стиле такие же похожие деревья немножко мультяшные немножко милые если честно мне нравится очень такая графика вот и теперь мы ищем следующий модуль который упал с неба опа наш с очередной враг что же давайте мы разберемся с ним у него кажется вообще нет вооружение какого-либо то есть эта игра такая то есть вы начали уже и уже сразу бой давайте усовершенствуем наш наше устройство передвижное кстати вот в этой игре все устройства которые вы будете строить это можно даже сразу сказать от не будет спойлером все устройства которые вы самого начала будете строить не бойтесь делать их многоколесными вот мы поставили радар и наша карта увеличилась справа сверху кстати теперь давайте присоединим еще больше колесиков вот ну еще больше ровно настолько насколько их можно присоединить потому что я не вижу больше что можно больше вот такая вот машинка получилось у нас в принципе она резвая это здорово больше колес это хорошо в данном случае так едем к следующей значит миссии что у нас тут значок вопроса аккумулятор река в ее датчери то есть возьмите свою батарею ну что ж и и что а мне а вот видите кстати батарея упала и застряла на дереве destroy that tree to dislodge your battery то есть уничтожьте это дерево мы просто подъезжаем мы эти маленькие дрели начинают крутиться сами буря дерево вот и мы получаем такую вот батареечку кстати хорошо бы положить вот сюда вот так вот батареи в этой игре такие сейчас мы поедем дальше за следующим заданием shell the bubble attack the rubber то есть энергощит я так понимаю то есть модуль энергощита little rubber я не знаю какой-то персонаж начинаем его мочить чтобы получить то что мы хотим и мы получаем получаем вот он энергощит он похож на ремонтный модуль на самом деле вполне другую роль сейчас мы его значит поставь куда накатился вернись блин сейчас мы его поставим сюда отлично этот робор который мы убили он состоял из более совершенных значит запчастей наша лампочка сейчас не нужна будет мы поставим сюда значит лазер еще один кстати вот имейте ввиду лазера не круче чем вот эти вот винтовочки они более скажем разрушают все так что еще у нас еще блоки есть и у нас появились вот такие вот классные шины они типа внедорожника то есть они конечно мощнее у них получше качество проходимости так еще есть то еще две шины такие давайте заменим передние колеса на более совершенные так и это сюда так ставься а также мы можем положить лазера сюда кстати зажимая клавишу f и г английская мы можем менять скажем ориентацию объекта в пространстве это тоже очень полезно кстати это все мы сняли этот блок мы можем взять с собой допустим прикрепить фары сюда до фармская вот сзади типа типа чего-то вот так вот это не очень грамотно ну долбатно а еще один брак все мы его победили самое главное стрелять погодить по кабине если мы разрушим кабину это это очень хорошо потому что кабина она скажем самое уязвимое место любом устройстве здесь так следующий блок поставим его сюда что-то колесико еще одно ну ладно пускай будет так вот так у нас получается там сорока ножка то и кстати если вы берете блок на котором есть друг другое что-то что присоединено она обязательно отваливается иметь ввиду так все мне кажется более чем нормально хотя соединяет таким вот образом не советую потому что более совершенные колеса должны замыкать скажем шасси от этого зависит будет зависеть будет ли перегружаться ваше устройство вот видите как-то более известно значит едем к своему генератору солнечному точнее солнечной панели генератору и начинаем чиниться чинить все что можем вот так вот и заметьте а так как тут блочная структура мы можем прикреплять блоки не только друг другу мы можем их прикреплять и к базе ну блоком которые на земле стоят и вот мы прикрепили как прикрепили батарею значит к солнечной панели что мы видим да она начинает заряжаться это классно это здорово как раз это то что нам нужно вот мы сейчас заберем батарею обратный положим к себе сюда и что мы видим у нас заработал значит щит скажем щит который защищает наш корабль от любого урона он аналогичен ремонтному только он не ремонтирует а защищает и так тут следующая мишень давайте-ка попробуем пока батарея не разрядилась на щит посражаться с ним кстати что делать на дереве он на дереве сейчас мы его сейчас мы дерево срубим и он упадет давай умирай все он умер и мы его буквально не пощадили положим сюда еще один лазер и поедем следующий значит цели trading station вот это вот уже серьезно это то что это буквально следующая вещь которую вы должны знать в этой игре очень важная кстати вот разряжается второе деление значит нашу батареи так как щиты тратят довольно много энергии но как раз таки щит сейчас будет очень полезен ведь какой бугай это кошмар надо бы его поскорее закончить с ним но даже еще и второй появился trading station нам надо отбить обязательно там очень очень надо и кстати вот моя ошибка которая совершила я сделал свое устройство слишком длинным когда делаешь устройство слишком длинным она не поворот если она квадратная площадь имеет значительно более скажем проще будет поворачиваться и кстати у него стоят поворотные колеса которые обеспечивают ему лучше скажем что ж будем биться до последнего и ездить чтобы он по мне не попал я бы его протаранил конечно но это не представляется таким легким ах ах ты ж падла так он меня так убьет похоже вот видите как сильно тут влияют возможности маневренного маневренность то есть вашего корабля довольно сильно влияет на то как боевые качества точнее вашего устройства кажется кажется он меня убил вот в случае когда вас убивают вам дают нечто подобное нулевое но не беда не беда я думаю мы сможем отомстить я твой колесо шатал твою кабину отрывал вот с нескольких попыток но думаю что мы справимся так как мы сейчас более маневренные конечно же это не не показатель еще конечно так думаю что надо бы к нему прижаться но застрял блин убежал потерял блок а и если я бы ему сбил бы пулемет черт он меня опять одолел нет я ему должен сделать я его просто обязан сделать просто просто обязан прям прям не могу потому что это очень важное задание конечно я вам посоветовал бы обзавестись большим количеством пушек прежде чем атаковать подобные цели и не делать это на бум как я да блин когда же вы умрете вдвоем на одного так не честно ой кстати клавиша b очень часто спасает ты умираешь ты о кажется они застряли кажется я могу что то в этой ситуации сделать о отлично большой сдох все и маленький сдох ну здорово здорово я одолел всех наконец то да тут на совсем умереть конечно нельзя к счастью или не к счастью не к счастью я не знаю блин но надо уже колеса другие надо сначала просто добраться до ну что ж такое блин несбалансированное устройство вот добрался блин вот этот вот блок который тут есть такой большой он называется трейдинг стейшн то есть станция с помощью которой вы сможете продавать и покупать новые блоки так что такие вот пирогидры и зрители например сейчас я вам покажу как это можно сделать вот допустим взял прям вот мышкой сейчас подъеду трейдинг стейшн и прям вот положу вот вот на этот вот ресивер то есть на приемник видите белые квадратики загораются то есть это значит что он готов принять и он продает значит пушку поврежденную отлично он продался и как видите у нас появились денежки и сейчас попробуем вот если мы нажимаем кстати правой клавишей на вот эти вот синие панельки у нас появляется открывается новая панель для покупок давайте-ка попробуем купить что-нибудь что-нибудь например вот тут у нас целый этот список доступных и недоступных нам модулей например вот мы опнулись кстати до второго уровня вот появилась у нас в ходе победы значит над соперником значит окошко где нам говорилось что мы можем покупать блоки более то есть более совершенные блоки например вот видите двойной блок мы до сих пор только одинарный встречали а сейчас двойной и мы можем купить также плуг фиксированный якорь для строительства базы хотя у нас денег сейчас нет нам надо купить по заданию транспорт значит назывался вот он назывался трактор пэт это тягач если честно вот на русский переведен нажимаем значит на сумму и буквально сверху падает вот эта вот деталька сделано все очень просто ставим на наш трактор и выполняем нашу задачу то есть которая от нас требовалась defeat big shop скуп точнее не шок скуп это что такое а надо значит кого там убить который за горой но прежде чем это делать нам надо будет собрать кораблик ну точнее машинку получше но это уже в следующем выпуске дорогие зрители потому что я не хочу делать очень большие выпуски ибо они будут нутными так что с вами был лур подписывайтесь ставьте лайки я надеюсь что наберем хотя бы 20 лайков если это видео наберет 20 лайков я обязательно следующее видео сниму и все будет прям офигенно до скорых встреч подписывайтесь пальцев вверх пока 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 пока